Житие Святого Амвросия Медиаланского предлагает нам три назидательных урока. Первый тот, что в воспитании детей в духе христианского благочестия нужно заботиться с раннего возраста. Подобно тому, как заботилась о Святом Амвросии сестра его, благодаря которой брат ее не только получил блестящее образование, но и сделался благочестивым человеком и усердным служителем Церкви Божьей. Воспитание ребенка – это начальный источник истинного добра и счастья. Ибо от воспитания, как от семени, плоды, все прочее время жизни зависит. Поэтому величайшее преступление совершают те родители, которые, имея возможность, не образуют ни ум, ни сердце, ни волю ребенка, будущего гражданина и христианина. Второе назидание, которое мы извлекаем из жизни Святого Амвросия – то, что призвание к пастырскому служению бывает не случайно, но по воле Божией мы видели, что таинственный детский голос, прозвучавший в Церкви, где выбирали епископа, Амвросий и епископ, был принят всеми за указания Божие, и Амвросий был поставлен в епископа. И своей святой жизнью и великими заслугами вполне оправдал свое избрание. Братья и сестры, священниками становятся по воле Божией, поэтому необходимо питать великое уважение к служителям Божьим и слушаться их, как ловцов дух человеческих для небесного блаженства. Наконец, третий урок, который предлагает нам жизнь Святого Амвросия, епископа Медиаланского. Тот, что и мы, подобно императору Феодосию, отлученному от причащения святых тайн и недопущенному в храм, но тем не менее, несмотря на все преимущества своей императорской власти, повиновавшемуся архипастырю, должны также повиноваться своим пастырям церкви. Иисус Христос говорит в Евангелии, «Если кто церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь». Согласно с этим, православные пастыри учат, что все христиане должны повиноваться церкви Христовой и должны слушаться ее определений. Святой Отец и Учитель Церкви Киприан, епископ Карфагенский, говорит, «Не имеющий матерью церкви, не может иметь отцом своим Бога». Помните это выражение. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Вне церкви нет спасения. Итак, запомним, братья и сестры, эти душеполезные уроки, предлагаемые нам житием Святого Амвросия, ныне прославляемого Святой Церковью. А Святого Амвросия попросим в молитвах помочь нам воплощать эти уроки в жизни. Святой Амвросий, моли Бога о нас. Аминь. Спасибо. Продолжение следует...